Команда по ушу «Уссурийска» начала активную подготовку к российским соревнованиям. Двадцатка спортсменов успешно выступила на региональном уровне и получила путёвки на следующий этап состязаний. Открытием года стали самые юные участники. В этом году впервые запустили официально, можно уже будет выступать детям с 7-8 лет, то есть на таких крупных соревнованиях. Благодаря таким нововведениям детвора теперь сможет выступать на всероссийских соревнованиях на самом старте своей карьеры. Константин Мухачёв будет одним из первопроходцев. Вместе с техникой выполнения мальчик готовится и психологически к предстоящей поездке. Просто я не хочу проигрывать. Я вроде как всегда выигрываю почти, но я не хочу поражения. В состязаниях Дальневосточного федерального округа соперничали пять регионов. Приморский и Забайкальские края, Амурская область, Республика Саха и Бурятия. Сборную Приморья составили 36 спортсменов и 20 из них – уссурийцы. Под руководством Николая Паничкина и Евгения Мухачёва наши ушуисты показали блестящий результат. Роберт Байкудин заработал пару золотых медалей. На «Отлично» мальчик выполнил программу «Кулаки и парное оружие». Есть много прыжков разных, и некоторые есть сложные. И там нужно иметь некоторый опыт овладением именно в левой руке. Непревзойдённым лидером на Дальнем Востоке пока остаётся ещё один уссурийский спортсмен Павел Пустохин. На счету у шуиста в этот раз семь золотых наград. Недавно начал переучивать длинное оружие. Я раньше работал просто с палкой. Сейчас начал переучивать на работу с копьём. Для меня это пока самый сложный вид работы. Не скажу, что лёгкий, ближе мне с мячом. 22 февраля уссурийцы вылетают в Москву. Сначала команда выступит на международном турнире «Московские звёзды». А следом спортсменам предстоит соперничать с сильнейшими представителями нашей страны на чемпионате и первенстве по традиционному ушу. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Роман Адонин. Телемикс.